Аварит Москва В этом году состоится 75-я годовщина Великой Победы над фашизмом. Все меньше остается живых свидетелей, участников тех событий, происходивших на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Александр Владимирович Любимов продолжает вспоминать тех, кто вместе с ним прошел суровыми дорогами войны, как смотрел в глаза смерти и пережил эти страшные испытания. Мне в первую очередь запомнился первый признак войны, когда я получил направление, свой огнеметный батальон, и пешком лесом, в корейском этих лесах, ну там мне сказали, будет маленькая речка, мост взорван, там заминирован был объезд, а я задумался и забрел на эту насыпь. А потом до меня дошло, так я же на минный поле... Потом я не знаю, сколько я выбирался, минуты или часа два, боялся везде наступить. Потом плевался, потому что остановился я, где написано. Мин нет. Я не обратил внимания. Невнимательность. Первое, что на меня поразило, что люди гибли из-за своей невнимательности. Ну и, значит, дальше уже стал оглядываться всё это такое, и вижу впереди над лесом аэростат. Корзина, в ней там человек. Вдруг пламя над корзиной, и она шлёпнулась. Финны, значит, сбили артиллерийского наблюдателя. Это первая жертва. Первая невнимательность, а первая жертва, то, что с корзиной разбился, конечно, упал артиллерийский наблюдатель, который, значит, он с прибором там был, его видно было. Ну, значит, я тут же понял, что передовая рядом, значит, уже по-другому стал идти, и первую жертву я увидел. В Крыму фашисты применили отравляющие вещества против населения, а не против партизан применили. Армия, табельные средства защитства имеют все. Всё, и даже противохимические пакеты, всё было, всё, всё это. А мы учились, я учился в военнохимическом училище. Химзащиты Красной Армии, Краснознамённое Харковское военное училище Химзащиты Красной Армии. Вот такое длинное название было. И нам предложили, что население, если будет применено против неё, не имеет табельных средств защит, то есть произведённых заводским путём, а подручными средствами, там, керосином, чем угодно, спиртом, водкой, ну, всякими, даже мыльной водой. Даже вот эти были. И нужно было курсантам, так как мы уже знаем всё это дело, на себе испытать вот эти действия. Каждому на левую руку вот на это место наносился эприт. Какое-то время этот человек сидел, под наблюдением, конечно, всё это дело. Началось это самое воздействие отравляющие, а потом мы не знали, кому какое попадёт. Мне попал разбавленный керосин. Это опыт. Мы, значит, дали согласие. Война идёт. Людей полно грабят, убивают и так далее. А с нас требует законного согласия. На опыт, результат, которым мы знаем, что будет положительный для нас, то есть отрицательный в смысле воздействие, что здесь... Ну, у кого-то покраснение, у кого-то нарывы были, это всё было. Всё у нас это было. Но мы знали, что нашему здоровью это не навредит. И всё равно мы давали подписку. После окончания училища в 43-м прямо всем эшелонам отправили на Карельский флот. Я когда прибыл в батальон, командир взвода тот, Лосев, по фамилии, значит, его переводили, поднимался он на заместителя командира роты. И он, когда передавал, попросил. Я останусь, он молодой ещё, соложёнок, не обстрелянный, ничего такое и прочее. Я на ночь оставлю, останусь там во взводе. И под утро началась очередная стрельба, перестрелка минами. Мы стояли в обороне в это время. Как раз, когда шли эти переговоры, всё это наше затормозили. Я остался на одном фланге обороны, взвода, а он на другом был. Положение граната долетали до окопов. Нейтральная полоса такая была. И он бросал эти эфки, лимонки, вот эти самые, в руках у него на брусе разорвалась мина, как солдаты потом рассказали. От детонации у него взорвались эти две эти. Так вот, всё тело было истерзано, голова целая осталась. Когда потом мы его хоронили, вот, ну, там месиво. Ноги и голова целые. Так что моё прибытие на боевую обстановку началось с этим. Командир огнемётного взвода, фугасных огнемётов. Эти огнемёты представляют собой металлический резервуар, бочку, в который закачивается 50 литров горючей смеси. И закручивается патрон пороховой, там 250 грамм пороха. И под давлением 50 атмосфер уже автоматически загоревшаяся эта жидкость вылетает вперёд, это летит и всё собой облепляет и сжигает это всё. До 80 метров достигало полёт этого пламени. Ну, они ставились перекрёстно, противотанковые средства. И, конечно, значит, когда перекрёстные идут пламя, никакое, ничто не пройдёт. После этого боя, а там, значит, там много было потерь во взводе. Не только в моём, везде были потери. И когда кончились действия, а мы были приданы полку, мой взвод, батальону одному, командир батальона, мне не нравится, тишина наступила, почему надо разведку. А они уже опытные, гвардейский полк здесь. И вот мой помком взвода вызвался пройти в разведку. И когда они возвращались, какой-то снайпер, уцелевший, значит, попал ему в голову, вернее, пробил ему язык на вылет. Ну, они уже подходили к нам. И, значит, его отправили, его не спасли в госпитале. Потери крови огромные было. И нас вывели. Это уже было... Это уже последний выстрел был. И последней жертвой нашего взвода была Кузнецов. Помком взвода погиб. Его посмертно гладили орденом Красного Знамени. Это высокая награда. А я получил орден Звезды. И вдруг началась пальба в центре, где комендатура была. Ну, здесь батальона звонок, узнать, в чем дело, в чем. Наши возвращаются потом. И, значит, идут спокойно, ура, кричат, все. Вот так мы узнали, что кончилась война. Ну и, конечно, тоже началась у нас пальба. Ветераны – это люди не просто очевидцы тех событий, донесшие до нашего времени весть о победе. Они – творцы той самой победы. Поэтому так важно с благодарностью вспомнить тех, кому мы обязаны жизнью. Тех, чьими страданиями и смертью оплачена наша с вами жизнь. Говорит Москва. Германия полностью разгромлена. Германия полностью разгромлена. Германия полностью разгромлена. Когда умерли, мама полностью разгромлена. Продолжение следует...